Сонарин спрей оказывает быстрое, выраженное и продолжительное действие в отношении сосудов слизистых оболочек полости носа, носоглотки и придаточных пазух носа. Уменьшает отечность, гиперемию, эксудацию, благодаря чему улучшается проходимость носовых ходов, облегчается носовое дыхание. Терапевтический эффект наступает, как правило, в течение 5 минут после введения препарата и сохраняется на протяжении 4-6 часов. Через 5-7 дней возникает толерантность. Содержащийся в препарате ментол оказывает охлаждающее действие на слизистую оболочку полости носа, дающую ощущение свежести. Показания. Острый ренит, в том числе на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ренит, синусит, евстехиит, ларингит, отек гортани аллергического генеза, отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях. Препарат применяется для остановки носовых кровотечений, для облегчения проведения риноскопии. Способ применения и дозы. Применяют интраназально, в каждый носовой ход. Взрослым назначают по 1-3 впрыскивания, 3-4 раза в день. Непосредственно сразу после впрыска рекомендуется произвести легкий вдох носом. Для диагностических целей после очистки носа в каждый носовой ход впрыснуть один раз или ввести тампон, смоченный в растворе препарата, и оставить на 1-2 минуты. Применять кратковременно, но не более 1 недели. Если носовое дыхание облегчается, то применение препарата можно закончить раньше. Повторное применение препарата возможно через несколько дней. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Артериальная гипертензия. Выраженный атеросклероз. Гипертиреоз. Тяжелые заболевания глаз. Закрытоугольная глаукома. Хронический ренит. Атрофический ренит. Детский возраст до 18 лет. Сахарный диабет. Тахикардия. Одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы. И в период до 14 дней после окончания их применения. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение для лечения беременных и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Особые указания. Может оказывать резорктивное действие. При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается. Явление это хифилоксией. В связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней. Ввиду возможного развития побочных явлений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, не рекомендуется превышать дозы препарата, рекомендованные к применению. Следует избегать попадание препарата в глаза. В избежание распространения инфекции необходимо применять препарат индивидуально. Побочные действия. Тошнота, тахикардия, головная боль, повышение артериального давления, реактивная гиперемия, набухание слизистой оболочки полостью носа, раздражение. При применении более одной недели отек слизистой оболочки полостью носа, атрофический ренит. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 4 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.